Привет дорогие друзья, с вами Макс Вайсман и в преддверии нового года хотелось бы поговорить о шампанском, о том, что мы будем открывать, когда стрелка часов перейдет с 2017 года в 2018. Считается, что настоящим шампанским является только шампанское, сделанное во Франции в провинции Шампань. Причем по-французски оно называется Шампань, по-английски Шампань, по-русски Шампанское, а все остальные вина считаются игристыми винами. Ну, по крайней мере, по-русски это игристое вино. По-моему, по-итальянски это называется Спуманте, по-английски это называется Спарклинг Вайн, ну и так далее. А название Шампань, Шампейн или Шампанское принадлежит только Франции. Правда, есть исключение. Советское шампанское мы можем называть советским шампанским, но только на русском языке. Самой популярной маркой шампанских вин в мире является Моэ Эшадон. Вот это шампанское, вот оно является самым популярным и его продается и производится больше всего на нашей планете. Второй популярной маркой является всем известная Вдова Клико, которая тоже весьма популярна и производится более 12 миллионов бутылок ежегодно этого шампанского. Но следует учесть, что это не дешевый напиток, надо сказать, даже для иностранцев. Вот конкретно этот напиток еще и редкий, потому что он аналогичен тому напитку, который поставлял вот этот дом шампанских вин нашему дому Романовых. До революции Вдова Клико была номер один в царской России. Это была самая продаваемая марка шампанских вин. Она называлась Кликовская. Еще одной известнейшей маркой в мире шампанских является шампанское Дом Периньон. Это шампанское, оно довольно популярно в среде русских чиновников, депутатов. Они предпочитают именно это шампанское, в том числе и за его элитность. Французское шампанское выпускается по классической технологии и всегда брют. Брют означает сухое, то есть без какого-либо добавления сахара, только натуральный сахар из винограда, который был сорван, чтобы произвести, чтобы получилось. Это замечательное шампанское. На каждом действительно французском шампанском написано, что это именно шампанское и существует вот такая вот надпись. Это надпись, что означает шампань или шампань, или шампанское, собственно и подтверждает качество того, что данное шампанское натуральное, настоящее французское шампанское. Ну а что же наши, что наши производители делают, чтобы удовлетворить изысканные вкусы нашего народа, который хочет на Новый год открыть прекрасную вкусную бутылку отечественного производства. По счастью, мы тоже производим прекрасные вина, и на мой взгляд, качество полусладкого вина, оно может поспорить с качеством и вкусом знаменитых французских шампанских вин. Ну вот я бы порекомендовал, например, вот это вот хорошее шампанское, называется традиционное российское шампанское полусладкое Санкт-Петербург. Кроме того, я традиционно рекомендую всем пить советское полусладкое, которое, на мой взгляд, является, ну, своего рода эталоном качества полусладких игристых вин. Все эти бутылки, которые я только что показал, Санкт-Петербург и вот это, находятся в ценовом диапазоне от 250 до 300 рублей. Но у советского шампанского есть и другой ценовой диапазон, который вы, наверное, даже не знали. Вот эта вот бутылка советского шампанского, она только по виду похожа на две предыдущие бутылки, потому что эта бутылка находится в ценовом диапазоне от 20 до 25 американских долларов. И это тоже советское шампанское, и как тут написано, Sparkling Wine. Это советское шампанское, которое идет на экспорт. Это довольно редкое шампанское, его трудно где-либо купить, потому что оно действительно редкое, и оно действительно идет на экспорт. Вот за границей его и купить им можно в основном. Но также у нас в магазинах Duty Free и цена будет несколько иная, чем в российских магазинах. Но и по качеству данный продукт, он будет отличаться в лучшую сторону от того, что можно купить за 250-300 рублей. Тут, кстати, написано, что это Soviet Sparkling Wine, по-русски советское шампанское. Это было одно из самых популярных брендов игристого вина в мире в последнем, for the last century, ну, в прошлом веке. Оно было впервые изобретено в 1890 году и быстро стало одним из самых узнаваемых айконс, ну, не икон, конечно, самых узнаваемых брендов в России и является символом русского Нового года. Вот так вот тут написано, можете сами в этом убедиться. Правда, написано по-английски, но я вам гарантирую, что это шампанское великолепно по качеству. И не надо думать, что наши производители делают что-то хуже, это совсем не так. Нам на самом деле есть чем гордиться, и наши шампанские вина довольно неплохо продаются за границей. И данная бутылка является весомым доказательством моих слов. Всем счастливого Нового года и не злоупотребляйте алкоголем. Всего хорошего!